Затем он говорит, что заповедь завоевать землю это то, что мудрецы называли обязательной войной. Затем он говорит, что рамбам говорит, что когда евреи обретут силу, нельзя давать язычникам жить в земле Израиля. Другими словами, если они примут семь заповедей, а также дань и подчинение, тогда им будет позволено жить в нашей земле не как гражданам, а как иностранным жителям. Он житель, но он также иностранец. Он не гражданин. Он не сидит в Кнессете. А как поступать согласно рамбаму, если он не принимает эти условия? В таком случае ему нельзя здесь жить. Им нельзя остаться жить в твоей земле даже на мгновение. Рамбам имеет в виду, что нельзя позволять им даже пройти через землю как туристам. Да, даже туристам. Рамбам имеет в виду, что когда мы будем контролировать землю, когда у нас будет сила, мы не должны позволять нееврею оставаться в стране, если он не примет заповеди, дань и подчинение. Причем вы должны убедиться в этом воочию. И насколько это требование важнее в случае, если мы даем иностранцу суверенитет над землей. И так мы снова видим, и никто здесь не возражает, что отдавать землю запрещалось. Но снова возникает вопрос.